Здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики! Эх, нету хлеба! Эх, что-то не хочется стоять у плиты! Что же подать на завтрак или подать на ужин? Или на перекус? Если вам интересно, что находится на этой дощечке, смотрите, пожалуйста, видео. И что необходимо? Что необходимо? Это 150 граммов сыра твердого. Ну, моцарелла, конечно, лучше, но у меня вот такой вот мраморный. 5 граммов рыхлителя. Одно яйцо. Муки 100 граммов. И сюда я добавила пол чайной ложки сахара. И соли щепотка. Ну, все, да? И 150 граммов кефира я сегодня использую. Если у вас молоко, пожалуйста, используйте молоко. Что мы сейчас делаем? Сейчас быстренько замешиваем тесто. И буду это все жарить на растительном масле. Этот вариант очень хорош, когда нет в доме хлеба. Или же просто не хочется ничего готовить. Вот по-честному я скажу. Ну, тогда вот такое вот можно приготовить. И это очень-очень вкусно. Теперь добавляю сюда муку, сахар и соль. И сразу вот, когда уже такая у меня масса, добавляю разрыхлитель. 5 граммов, я не знаю, сказала или не сказала. Теперь вымешиваем это все. Очень хороший рецепт, такой очень быстрый. Ну, сейчас я буду смотреть, потому что я отмерила, как обычно, на глаз это все делаешь. И все хорошо получается. Сейчас я разминаю просто эти все комочки, чтобы не было комочков муки. Это все просто, смотрите, вот моментально на глазах все это расходится. Все, ничего нету. И прямо сюда натираю 150 граммов сыра. Так, все, сыр я потерла. И теперь уже эту можно убрать венчик. Лопаткой вмешиваем сыр до однородной массы. Пока я вымешиваю, я уже поставила сковородку на газ. Чуть-чуть растительного масла. Можно смесь со сливочным. И крышка. Главное, сковородка с крышкой плотной. Прямо так вымешиваю, вымешиваю. Вот так в магазине хочешь. О, сыр, сыр. Один кусок, второй. Так вот и у меня сегодня получилось. Пол холодильника сыра. Мы же не съедим его весь. Замораживать я не знаю. Можно сыр замораживать твердый или нет. Вот подскажите мне в комментариях. Все, видите, вот такая однородная масса получилась. Соль не спешите. Сначала сыр попробуйте. У меня мраморный, он нормальный на соль. Все, идемте к плите. Вот так в магазине хочешь. О, сыр, сыр. Один кусок, второй. Так вот и у меня сегодня получилось. Пол холодильника сыра. Мы же не съедим его весь. Замораживать я не знаю. Можно сыр замораживать твердый или нет. Вот подскажите мне в комментариях. Соль не спешите. Сначала сыр попробуйте. У меня мраморный, он нормальный на соль. Все, идемте к плите. Так, сковородка разогрелась. Чуть меньше огонь. И выкладываю быстренько вот это все. На сковородку. Так одинаково, чтобы было. Все. Накрываю крышкой и на маленьком огне обжариваю. Потом перевернем. Знаете, вот один кусочек такой остался у меня. Я думаю, порежу его наверх. Потому что я же его не приклею до куска. Ну что, давайте посмотрим, что у нас происходит. Маленький огонь. Видите, все свободно ходит. Сейчас я... Ох. Нет, еще не подсох вверх. Я хотела перевернуть. Нет, видите, как бы разламывается. Поэтому... Нет, еще чуть-чуть подержим под крышкой на маленьком огне. Так, вот я взяла чуть-чуть солька у меня гималайская со всеми грузинскими специями. И вот немножечко вот так вот присолю. Мне кажется, что уже... Чуть-чуть еще берется. И то это сыр. Будем сейчас пытаться переворачивать. Вот с той стороны. Огонь маленький совсем. О, красота. Видите, все перевернулось. Смотри, какая красавица. Прямо целая хачапури, да? Все, накрываем. И с этой стороны точно так же обжариваем. И скоро будем кушать. И перед тем, как уже снимать, я возьму сейчас с этой стороны кусочек сливочного масла. Вот так хорошенечко маслом. На горячее. Ну и потом, когда уже снимем на тарелку, ту сторону тоже. Так, ну что. Здесь у нас она уже почти готова. Она. Блин. Или как правильно назвать, я даже не знаю. Ленивый грузинский пирог и с сыром. Так, я думаю, что уже достаточно. Сейчас будем все это выкладывать на деревянную дощечку. Как пиццу. Будет это у нас быстрая хачапури пицца, да? Ну, пусть так будет. Пускать какая-то пицца, нельзя пиццей называть. Ну, ладно. Хачапури. Ну, я придумаю. Я еще придумаю название. Пойдемте к столу. И теперь можно перевернуть так, а можно так. Смотрите, вот так. Я думаю, там сливочного масла достаточно. Смотрите, какая красота. Просто красота. И сейчас разрезаю эту непонятно, как называемую. Пока безымянную. Я придумаю название. Вот на такие куски. По виду это у нас как пицца. А по вкусу это у нас как хачапури. Ай, какая красота. Чуть-чуть пусть остынет, потому что это очень горячо. С этой стороны тоже, знаете, как зажарилось хорошо. Все, немножко остывает и пробуем. Сильно горячо. Я уже не могу просто терпеть. Я хочу быстрее попробовать эту вкусноту. Смотрите, какая-какая красота. Вилкой такое не кушается. Это кушается руками. Но сильно горячо. Я сейчас постужу чуть-чуть. Ай, смотри, какая красота. Ой, горячо. Как это вкусно. Сыр. Прямо сыр, сыр, сыр. Но если у вас будет моцарелла, она у вас будет больше тянуться. Мраморный почему-то слабо тянется. Видите, очень слабо. Но как это вкусно. Именно горячее. Смотрите, как зажарилось. Смотри. Красота. С одной стороны масла достаточно. Ох, и вкусно. Очень вкусно. Так что, мои хорошие, я не буду здесь плямкать, расплямкивать. Вы видите, настолько структура классная. Блин, такое горячее, что невозможно просто. Все готово. Посмотрите, как тянется сыр. Просто, вкусно и доступно. Все, мои хорошие, готовьте. Заходите на канал на наш семейный жизни кастрюль. Подписывайтесь на канал Алла Ковальчук. Здесь у нас нету очень сложного, дорогого. Зато все вкусно и душевно. До свидания. До новых встреч. Пока. Мы перекусили. Смотрите, где делось. И нету. То Саша смотрит вечно ест и смотрит новости. Нету этого изделия, потому что оно очень-очень вкусное. Так что, обязательно приготовьте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...